Так, хорошо. Всем видно, всем слышно. Очень хорошо. Ну тогда будем начинать. Я представлюсь. Меня зовут Бойков Сергей. Я сапфировый директор. Мы работаем с моей супругой Ириной вместе. У нас семейный контракт. И этот контракт уже длится 14 с лишним лет. Привет. С 2002 года, с октября месяца мы сотрудничаем с компанией Reflame. И вот с этого времени мы неразлучно работаем вместе. Но сегодня попросили, Денис и Лена попросили выступить меня, поэтому Ира отсутствует. Она немножко там занята другими делами. Начну, наверное, с очень хорошей фразы, очень хорошего человека. Я вообще люблю читать. Может быть, кто-то тоже любит читать. Напишите в чате. Я вообще люблю читать вот этого автора. Его зовут Робин Шарма. Есть отличная книга «Вдохновение на каждый день». Вот открываешь книгу. Чем мне хороша эта книга? Знаете, я люблю читать много, но вот это вот для тех, кто лентяй. Открываешь книжку и вот конкретно на конкретную дату, например, 7 сентября, да, есть определенная цитата, с которой можно начинать свой день. Так вот, сегодня, 7 сентября, написано следующее. «Стремительные перемены – иллюзия. Серьезные внутренние изменения требуют времени и усилий. Настойчивость – залог успешных личных изменений. Великих свершений не бывает без упорного труда и определенных жертв». Очень хорошая фраза на самом деле. Когда начинаешь думать о том, что писал Робин Шарма, начинаешь понимать, что наша сегодняшняя действительность такова, что требует от нас на самом деле очень больших усилий для того, чтобы получить какой-то результат. Наверное, это ни для кого не секрет. И вот компания Reflame тоже, она как бы начиналась непросто. В 1967 году два брата шведа, Роберта и Йонасов, Йокники, и их очень хороший друг Бенг Хельстрем, 14 августа, представляете, вот совсем недавно был день рождения у компании, да, 14 августа собрались и решили сделать компанию, которая производила бы косметику по бабушкиным рецептам. Ну, наверное, все об этом знают и многие об этом говорят. Все, наверное, знают, от чего произошло слово Reflame, да, что это золотое знамя, да, от латинского Reflama. Многие, наверное, видели первый каталог компании Reflame. Вот так вот он выглядел в 1972 году. Это был простой листочек, на котором ручкой Йонасов Йокник нарисовал упаковочку крема Royal Velvet и была подписана его цена и скидка для консультантов. Наверное, многие об этом знают, но когда начинаешь думать о том, что прошла компания Reflame с того времени, то задумываешься, как это, наверное, все было непросто. Не то, что непросто, это было очень сложно. Но на сегодняшний день это один из лидеров европейского косметического рынка. Это компания номер один прямых продаж на косметическом рынке. Это компания, которая на сегодняшний день выпускает более 100 миллионов каталогов на 40 языках мира. Как вы думаете, было ли братьям-мофьёкникам сложно? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да, и их усилия, наверное, были вознаграждены тем, что они имеют сегодня. А сегодня это выглядит примерно вот так. В 49 лет на мировом рынке компания работает в 63 странах, 7900, более чем 7900 сотрудников, более 3,5 миллионов консультантов по всему миру и около 1,5 миллиардов евро товарооборот. В компании есть 6 собственных заводов, о чем приходится говорить постоянно. Вот сегодня только разговаривал, проводил презентацию, мне молодой человек спросил, вы продаете чью косметику? Я говорю, да как чью? Мы продаем косметику, которая произведена нашей компанией, компанией шведской, компанией Reflame, которая делает всю продукцию на собственных заводах. Он просто был удивлен, почему? Потому что говорит, что многие сегодня продают что-то, которое было создано не на их собственных заводах. Вот это вот большая гордость компании. Шесть заводов... Так, сейчас слайд переключится. Куда это я уехал? Шесть заводов... Значит, самый первый завод компании, он был в Польше. Это 1995 год, насколько я помню, да, вот этот вот слайдик. Следующий завод, который открыла компания, это был завод в Нью-Дели, это Индия. Это был 1996 год. В 2003 году было открыто прекрасное производство недалеко от Стокгольма. Ну и в 5-6 года были открыты два завода в Китае. И шестое, собственное производство компании, совсем недавно запущенный новый производственно-логистический центр, который находится в Подмосковье, в Ногинском районе. Наверное, тоже многие об этом знают, но немногие, наверное, об этом говорят людям. Почему? Потому что, ну, как-то все естественно. Но когда начинаешь с людьми общаться, понимаешь, что люди не знают даже вот таких элементарных вещей, что компания производит все на собственных заводах. Это большая-большая гордость наша. Я сегодня буду много об этом говорить. Почему? Потому что в последнее время как-то все тяжело стало, да, в экономике как-то все не ладится. Как-то вот продажи хотелось бы получше, наверное, у всех так, да. Но компания идет вперед, и компания не останавливается, не смотрит на все на это. Вот, компания развивается. У компании очень большой штат сотрудников. Есть собственный научно-исследовательский центр в Дублине. Есть научно-исследовательский институт исследования кожи, который находится в Стокгольме, да. Вот. Компания развивается, и она начала развиваться с самого начала. К сожалению, слайд не загрузился. Здесь был представлен первый бизнес-план компании Reflame. Может быть, кто-то его видел, может быть, нет. Но я расскажу, там нарисована лестничка, ну, обыкновенная приставная лестница, на которой всего лишь шесть ступенек. Первая ступенька – это гость. Вторая там был, по-моему, консультант. Третья там менеджер. Четвертая там менеджер какого-то уровня. Директор. И директор с машиной, с автомобилем. Вот и весь бизнес-план компании, который был представлен когда-то. Если подумаешь, до чего компания дошла сегодня, спустя 49 лет, то просто удивляешься. На сегодняшний день у нас один из самых великолепных, ну, я бы даже сказал, наверное, самый великолепный бизнес-план, самые неограниченные возможности построения бизнеса. Когда людям начинаешь рассказывать, многие говорят, что не может такого быть, какой доход, какие изменения в наше время. Сейчас все сокращаются, заводы ужимаются, рабочих сокращают, зарплаты стараются платить меньше. Вот вы знаете, на своем недолгом веку сотрудничества с компанией Reflame, я вот уже несколько даже бизнес-планов увидел. Ну, по крайней мере, их было уже 4 с того момента, как я зарегистрировался. И за то время компания никогда не ужималась, никогда не сокращалась, а наоборот, только росла, росла, росла и делала наоборот все лучшее для консультантов, для тех людей, которые сотрудничают. Вот просто в голову пришли самые большие изменения за несколько последних лет. Может быть, кто-то помнит, что раньше директор получал 21% от объема продаж. Сейчас эти выплаты составляют 22%. То есть компания, несмотря на трудные времена, выплаты нам увеличила. Может быть, кто-то не знает, но раньше старшего директора, старшего золотого директора, старшего бриллиантового директора, президентской команды вообще не было в бизнес-плане. Не было таких званий, не было таких выплат. Компания все это сделала, несмотря на то, что сейчас трудные времена. Она нас поддерживает во всем. И вы знаете, самое интересное, когда все эти новшества внедряются, всегда думаешь, будут ли выплаты. Будут ли выплаты, будут ли вот эти вот слова компании подтверждены делом. И все эти годы, все 14 лет, я только радуюсь тому, что на самом деле все это подтверждается. Вот один из чеков, да, кстати, Лена с Денисом здесь на фотографии, очень попалась хорошая фотография. Закрывали старшего золотого директора. Это золотая конференция на Мальте, 2010 год. И только это звание недавно ввели в бизнес-план и реально получили вот этот вот чек. Ну, буквально вот, как говорится, с колес, да, вот там, может быть, год прошел, и этот чек получали. Ну, это вообще здорово. Здорово. Компания развивается. И хочу сказать, что компания гарантирует нам постоянно то, что она анонсирует. Вот, например, уровень дохода золотого директора на сегодняшний день составляет около 25 тысяч долларов в год. И это гарантированно. Гарантированный доход на уровне золотой директора. Сегодня, опять же, вот, возвращаясь к нашему быту, да, говоришь с людьми и спрашиваешь, ну, а сколько ты зарабатываешь? Ну, там, 2 миллиона кто-то говорит, кто-то там до 5 миллионов, ну, старыми деньгами, да, 200 рублей, 500 рублей новыми. Тут никак что привыкнуть не можем к ним. Но, когда начинаешь говорить о каких-то тысячах долларах, о каких-то сотнях даже долларов, там, 800 долларов, 1000 долларов, все такие вот глаза делают круглые, что непонятно. Ребята, вы в каком месте живете, где вы работаете, как вы вообще можете говорить о таких деньгах, когда у людей вот самая высокая зарплата, там, порядка 7 миллионов у нас в городе, да. Я говорю, ребят, так вы не с той компанией сотрудничаете. Мне начинают приводить пример, что мы сотрудничаем с самым, там, крупным заводом в Могилеве, мы сотрудничаем, там, с самой лучшей фирмой в Могилеве. Я говорю, так неправильная фирма. Правильная фирма та, которая вам платит 1000 долларов в месяц. Это компания Reflame. И вот ты начинаешь об этом говорить, когда люди начинают понимать, что на самом деле это все работает, когда приходят в офис, когда видят на ваше достижение, когда видят достижение, в интернете читают, да, вот совсем, совсем свежие новости, да, выплаты за последний год составили 400 миллионов евро. Каждый час компания выплачивает 48 тысяч евро своим консультантам, людям, которые сотрудничают с компанией. Многие, наверное, знают, что бизнес-план менялся, и когда сделали максимальную премию 1 миллион долларов, то и эту премию компания выплатила. В 2009 году компания выплатила такую премию 1 миллион долларов. У людей цифры такие в голове у многих не держатся, да. Когда говоришь, что компания Reflame это миллионер, что в компании Reflame есть более 200 долларовых миллионеров, которые сотрудничают с компанией, в том числе эти долларовые миллионеры есть и в нашей стране, в нашей с вами стране, в Белоруссии. Были на золотой конференции, на сцену пригласили всех людей, которые заработали более 1 миллиона долларов за время сотрудничества с компанией. Очень приятно было видеть этих людей. Вы знаете, конечно, хочется тоже быть на этой сцене, и вот было приятно, когда однажды в Белоруссии вызвали на сцену тех людей, которые заработали там, по-моему, более 300 тысяч долларов за время сотрудничества с компанией. По-моему, такая цифра была. Тоже была такая растяжка, там написано, что 300 тысяч долларов и более. И я вот так вот, честно говоря, удивился, когда нас с Ириной позвали на сцену, и даже в голове, ну просто уже привыкли к таким деньгам, привыкли к этим выплатам. Живешь обычной, вроде бы, нормальной жизнью, а когда смотришь, тебя вызывают на сцену там такие вот эти вот чеки, начинаешь думать. Наверное, мы находимся все-таки в правильном месте и в правильное время. Швеция. Швеция – это вообще изначально очень классная страна, очень прогрессивная страна. Очень классно то, что вот, например, на золотой конференции, которая проходила именно на родине компания Reflame в Швеции, опять же, вручали следующий чек нам, 4 тысячи долларов. Опять же, мы могли посетить институт исследования кожи, да, вот видите на верхнем слайде фотографии, да. Опять же, все это реально, все это вот происходит с нами в таком мире, который сейчас вот, ну, просто калашматит во все стороны, я не знаю, крутит и так далее. Но компания Reflame движется. Смотрите, если развиваться с компанией Reflame, можно стать акционером. Многие ли об этом знают? Наверное, нет. Но акции компании котируются на стокгольмской фондовой бирже, очень хорошо котируются в мире. И те люди, которые достигают звания исполнительной директоры выше, могут становиться акционерами компании. Это тоже прописано в бизнес-плане. И это тоже уникальная возможность для нас, для сегодняшних обычных людей, получать какие-то дополнительные деньги. Потому что дивиденды, ну, никто не отменял, и это тоже хороший доход. Совсем недавно проходила золотая конференция в Париже. Это был 2013 год. И эта конференция была одна из самых грандиозных. Самых грандиозных, которые вообще проводила компания за все время своего существования. Вот только некоторые цифры, которые нам компания давала. О, кстати, фотография опять хорошая. Поздравляю всех участников золотой конференции 2013 года. Вот цифры, которые нам давала компания. Было более 3000 участников. Мы жили в лучших пяти отелях, которые находились в самом центре Парижа. 80 авиарейсов только привезли и увезли участников назад с этой конференции. Всем давали бесплатный проезд на метро. И вот смотрите, 24 тысячи поездок в парижском метро совершили участники золотой конференции. Около 5000 цветов и 300 чеков на общую сумму более 2 миллионов долларов. Самое классное то, что компания сняла 9 прогулочных теплоходов для вечернего круиза по Сене. И вы знаете, когда отвлекаешься от всей жизни, попадаешь в Париж, попадаешь на Сену, садишься в этот речной трамвайчик, и там просто тебе подают изысканнейшие блюда, а ты отдыхаешь в компании хороших друзей, ты веселишься, смотришь на эфирию башню, которая вся светится, смотришь на вечерний Париж и понимаешь, что это все реально. Это все реально, почему? Потому что это все происходит с тобой. И не надо там себя щипать за руку, за ногу и так далее. Ты понимаешь, что это все классно и так надо жить. Надо отвлекаться от всех вот этих вот негативных каких-то моментов. Надо понимать, что мы сейчас сотрудничаем с самой лучшей компанией, и мы должны этим гордиться. И ведь вы знаете, с компанией Reflame сотрудничает очень много людей, очень много известных людей. Отдают предпочтение рекламе, отдают предпочтение сотрудничеству именно парфюмеры, очень самые известные парфюмеры. Отдают предпочтение сотрудничать с компанией, Известные российские и иностранные звезды отдают предпочтение те люди, которые в принципе в рекламе не нуждаются. Они сами уже известные люди, они сами уже миллионеры, но они готовы сотрудничать с такой успешной компанией только для того, чтобы поддерживать даже свой имидж. Звезды Голливуда, известнейшие исполнители, многих из которых просто слышали вживую на конференциях, на банкетах директоров. Компания сотрудничает также сама с известными брендами, например, с Международной женской теннисной ассоциацией, является официальным спонсором. Вы наверное знаете, что опять начался проект Голос, когда-то в воскресенье был на даче, включили вечером телевизор, а там опять Голос начался. Но компания Reflame выбрана в качестве официальной косметики данного проекта. Очень круто, очень круто в России это все проходит, но мы являемся официальным представителем этого всего в качестве косметического бренда. Сколько наград у компании, сколько заслуженных наград и в области здорового питания, и в косметическом продукции. И мы точно, я точно знаю, что мы являемся брендом номер один уже много-много лет. Вот этот вот последний, не чек, а признание, признание держит Екатерина Мамедова в своих руках, это заслуга за прошлый 2015 год. Но я точно знаю, что компания Reflame будет выбором многих-многих людей, выбором номер один и в этом году. Несмотря ни на что, мы развиваемся. И вот давайте поговорим сегодня именно вот о том, что вы представляете из себя для компании Reflame. Как вы считаете, кто кроме вас, кто кроме вас может сегодня что-то изменить в вашей личной жизни? Я думаю, что, наверное, каждый понимает, что в его собственной жизни, как сказать так просто, виноват он сам, да? То есть там, где ты находишься, в этом виноват ты сам. То есть если ты сегодня отлично зарабатываешь, если ты сегодня отлично живешь, проводишь время с теми людьми, которыми хочешь, у тебя есть масса свободного времени, у тебя есть возможность отдыхать с семьей, у тебя есть возможность наслаждаться этой жизнью, в этом виноват ты сам. Это твоя заслуга и ты молодец. Если же все наоборот, если у тебя нет свободного времени, если у тебя не тот доход, который ты хочешь, если ты не имеешь возможности общаться много там с родителями, с детьми, с друзьями, кто в этом виноват, чья в этом заслуга? Опять же, это же твоя заслуга и твоя собственная жизнь. Ребят, просто надо вот немножко в последнее время больше работать, больше работать над собой, наверное. Работать в каком плане? В плане того, что мы сегодня должны видеть ту цель, к которой мы идем. Видеть ее и от своей цели не отступаться ни на шаг и упорно, 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 постоянно делать определенные вещи и идти к своей цели. Здесь есть такие вот моменты, когда начинаешь идти к своей цели, у тебя что-то не получается, вроде бы ты и делаешь, а результат не тот. Сегодня нужно очень быть таким гибким, очень такое время, переменчивое, очень быстрое время, наш век компьютеризации, всех этих технологий новых, нужно быть очень гибким. Если у тебя что-то не получается, лучше остановись, подумай 5 минут, подумай целый день, подумай 5 дней, посиди, поломай голову, но сделай так, до того, к чему ты должен идти. И начни все делать в ту сторону, в сторону своей мечты. Может быть ты что-то не так делаешь, исправь то, что ты делаешь не так. Может быть ты мало что делаешь того, что нужно делать. Может быть ты знаешь, что делать, но не рассказываешь это своим партнерам по бизнесу. Они могут этого не знать. Может быть ты делаешь много, но партнеры твои по бизнесу не являются хорошими такими партнерами. Может быть надо искать новых людей. Надо меняться, надо что-то делать постоянно и в улучшении своей качества жизни, качества своей работы. Сегодня именно над этим компания работает. Посмотрите какие акции, какие выплаты консультантам, какие выплаты новичкам и так далее. 14 лет назад, кстати, на даче недавно нашел каталоги, старые каталоги, те, которые мы пришли в компанию, только начали с ней сотрудничать, 2002 года, 2003 года. Я был приятно поражен самого качества каталога, самого качества того, что там внутри и то, что сейчас есть. Улучшения просто неимоверные. Кстати, нашел каталог, подарил одному из лидеров компании Reflame именно за тот месяц, когда человек пришел в компанию Reflame и очень был приятный подарок. Почему? Потому что человек, который состоялся, у которого есть практически все, что он хочет, что ему подарить? А вот когда ему подаришь такой подарок и говоришь, что вот с этого момента, с этого вот каталога, с этого месяца поменялась твоя жизнь. Человек понимает, что да, это на самом деле очень дорого, это очень классно и очень супер. И каталоги вот того времени, знаете, чем отличаются? Там практически не было никаких скидок. Там смотришь каталог и вся косметика по полной цене. Представляете? Я не помню, чтобы компания там за месяц какие-то акции предпринимала. Я даже не знаю, как вот мы вообще могли работать, когда у нас не было ни обучения, ни вебинаров. Да каких вебинаров? Интернета не было. Не было мобильных телефонов, они были у единиц только появлялись. Вот как мы работали, я вообще не представляю. Но мы работали, мы чего-то хотели, мы достигали того, чего мы хотели. Мы двигались вперед. И вот те достижения, которые я показывал от компании, те чеки, те вознаграждения, те конференции, те счастливые моменты, которые есть и будут еще в нашей жизни. Это то, что заслуживает человек своим трудом. Это то, к чему нужно стремиться. Это та мечта, которую он хотел воплотить в свою жизнь. И которую он никогда-никогда не предал. Вот это то, о чем нужно сегодня рассказывать своим людям. Я сегодня в последнее время провожу какие-то встречи со своей персональной группой, общаюсь даже с новичками. Я сегодня очень много уделяю внимания именно от гордости от компании Reflame. Именно тому, что компания Reflame может дать тебе в этой жизни. Как ты можешь изменить свою жизнь в лучшую сторону. Мы не говорим о том, что сегодня там за окном плохо, что сегодня там кризис и так далее. Мы говорим о том, что мы сегодня можем сделать для того, чтобы этого не было в нашей жизни. Мы сегодня говорим о том, как сделать так, чтобы помочь компании Reflame процветать. И что компания Reflame дает нам для того, чтобы мы процветали тоже. Проект СПО, я не знаю, коснулся ли он вас, но вы знаете, вот, например, совсем недавно позавчера нам позвонили, это было 5 числа, и сказали, что наш СПО будет награжден определенным подарком денежным для того, чтобы сделать определенное брендирование, современное брендирование в новом стиле компании Reflame. Вы знаете, как это круто? Это вообще здорово, компания уделяет внимание не только консультантам, она уделяет внимание и имиджу тех мест, тех СПО, где вы находитесь, где вы общаетесь с людьми. Компания сегодня очень широко представлена на рынке, практически в каждом городе есть по нескольку СПО. Я не знаю, в Витебске, в Могилеве, например, их 7, в Витебске, наверное, тоже не меньше 6, там, в Минске, даже в самом Минске, где есть сервисный центр, там, несколько СПО. И когда вот компания тратит определенные деньги на то, чтобы развивать вот это вот все, понимаешь, насколько это надежный партнер, насколько это классный партнер, который, несмотря на... Вы думаете, у компании сегодня легко? Я не думаю, что легко. У компании точно такой же вот сложная ситуация, как, наверное, у многих. Но компания сегодня делает все, чтобы не стоять на месте, а развиваться. Потому что тот, кто развивается сегодня, будет завтра более успешным. Тот, кто двигается сегодня вперед, тот завтра будет более успешным. И компания понимает это, и она вкладывает определенные деньги же в нас с вами. Нам дают определенный имидж, нам дают определенные акции, которые нацелены на привлечение новых клиентов, новых покупателей, новых лидеров. Мы это все с вами должны понимать, и мы это все должны нести в массу. Мы должны всем людям рассказывать о том, что сегодня нет более надежного партнера, чем компания Reflame. Приходят люди, которые начинают сотрудничать с другими компаниями. Приходят, начинают, ну, как-то, давайте мы с вами познакомимся. В кафе недавно зашли пообедать, сидят ребята. Ну, видно, по виду я уже вижу, что это сетевики. Потому что вот сетевика, наверное, видно издалека. Человек такой интересный, общительный, увидел нового человека, загорелся. Мы зашли, я был в пиджаке, у меня на пиджаке был значок сапфирового директора, и ко мне подошел молодой человек и говорит, можно ли с вами познакомиться. Я говорю, ну, давайте познакомимся. Я говорю, а что вас вообще так во мне заинтересовало? Он говорит, ваш значок. Видимо, человек там понимает, что какой-то статус, какой-то уровень, да. И он начинает мне рассказывать о том, о своей сетевой компании. Ребят, я ему задаю вообще несколько вопросов, спрашиваю, работаете ли вы легально? Вот подумайте о том, хотите ли вы легальный бизнес, или вы хотите бизнес, который сегодня не представлен в Беларуси. А какие выплаты вы делаете на расчетный счет компании? Компания, какие выплаты делает вам на расчетный счет, на ваш? А как вы себя чувствуете, когда вы не платите налоги? Ну и так далее. То есть, понимаете, сегодня единственный бренд, официальный бренд, сетевой бренд, именно Reflame представлен на рынке Беларуси. Ни одна другая компания пока еще не дошла до этого момента. Я, конечно, хочу, вот честно говоря, в душе верю, что скорее бы пришли еще несколько компаний. Почему? Потому что, наверное, в нашей стране тогда появится закон о сетевом маркетинге. Потому что это будет шаг вперед в нашем законодательстве. Даже для нас будет проще в плане продажи продукции. Но сегодня, когда начинаешь с людьми говорить, что единственный бренд сетевой представлен только Reflame, все говорят, да нет, не может быть. Начинаешь рассказывать о том, какие выплаты делает компания на расчетный счет, а как это все официально, как это все и сервисные пункты показываешь, и так далее, и так далее. И люди понимают, что на самом деле это так. Мы с вами не просто так номер один. Мы с вами просто круто номер один сегодня в Беларуси. И круче нас сегодня нет никого. Вот об этом нужно рассказывать людям. Об этом нужно больше говорить. Нужно сегодня больше вселять людей в надежду о том, что люди имеют шанс зарабатывать деньги. Сегодня люди, вот, очень многие люди ищут подработку, очень многие люди нацелены на то, чтобы зарабатывать деньги. Приходят ребята на презентацию. Я говорю, с какой целью вы вообще хотите послушать презентацию? Они говорят, нас интересуют деньги. Я говорю, хорошо, что вы готовы делать ради того, чтобы зарабатывать деньги? Некоторые говорят все. Мы готовы делать все, там, и так далее. Я обычно, как бы, такие вопросы задаю не просто так. И когда слышу ответ готовы все, я обычно говорю, ну, хорошо, становитесь вот здесь, вот, раздевайтесь. Ну, так вот, такие вот шутки, да? Ну, вы же готовы, пришли зарабатывать деньги, сказали, что будете делать все. А тут раз, и такой вот казус. Так вот, на самом деле, когда люди говорят, что мы готовы делать все, это какой-то вот такой блеф. Но люди сегодня ищут работу. Люди сегодня ищут подработку. И люди, на самом деле, многие готовы делать очень большие, большие вложения собственных усилий. И поэтому, вот, надо сосредоточиться именно на поиске таких людей. На поиске тех людей, бизнес-партнеров, которые хотят зарабатывать деньги. Не хотят просто сидеть, покупать, там, косметику для себя. Не хотят просто, там, что-то так, вот, каталоги листать. А сосредоточиться на тех людях, которые общаются с людьми, которые рассказывают про компанию, которые двигают наш бренд, которые двигают наш бизнес-план вперед. Про тех людей, которые создают товарооборот, реальный товарооборот. В свое время Юрий Павлович Гречишников говорил мне о том, что, Сергей, ну, когда я говорил, так я пришел в Reflame, я говорил, Юрий Павлович, вы знаете, вот Reflame, наверное, это не мое. Почему? Потому что, ну, я вот, посмотрите на меня, где я и где вот эта косметика. Ну, мы вообще две противоположности. И не может, мы не можем существовать вместе. Он говорил, Сергей, ну, а вот деньги? А вот тебе вот интересно деньги? Я говорю, да, в принципе, деньги мне интересны. Я тогда работал на химволокно, был замначальника цеха на Могилевском химволокно. И, ну, зарплата была у меня около 120, там, 130 долларов. Супруга работала на Могилев Энерго, в системе Могилев Энерго была заведующая общежитием. Зарабатывала порядка, там, 50-70 долларов. То есть доход был около 200 долларов на семью. И вот когда Ира вышла, не секрет, она зарегистрировалась первая, она вышла на 12% через 4 месяца после того, как начала сотрудничать с компанией. И получила свой первый гонорар 100 долларов. Вот как раз приезжали господа Гречишниковы, и мы тогда беседовали с ними вот на эту тему. С Юрием Павловичем просидели на балконе, наверное, минут 40, он очень курил там сильно-сильно, все пытался меня убедить. Но в итоге я не знаю, что меня вот подтолкнуло. Наверное, то, вот его простые слова. А давай попробуем зарабатывать деньги. Давай не будем там думать о косметике, о том, что это не мужское. Не будем думать о том, что люди зарабатывают мало. Не будем думать о том, что у нас бедная страна. Не будем ни о чем думать. Давай просто попробуем зарабатывать деньги. И вот с того момента вот что-то так перещёлкнуло, на самом деле, а почему бы и нет? Почему бы и не попробовать зарабатывать? Ведь есть же люди, которые, миллионеры в нашей стране, долларовые миллионеры. Реально нормальные люди, которые реально нормально работают. Посмотрите на улицу, все ли ездят на запорожцах и на стареньких-стареньких жигулях. Ну, наверное, нет. Посмотришь в окно, там машины ездят такие, что ой-ой-ой. И начинаешь задаваться вопросом, а деньги-то люди откуда-то берут? И ведь не все же эти люди нечестным путем их заработали. Видимо, и честным путем зарабатывают. Значит, деньги у людей есть. Нужно понимать четко, что раз деньги у людей есть, то и зарабатывать деньги можно. Вот именно на этом мы тогда сосредоточились. Мы тогда, когда я пришел в Арифлейм, через три месяца закрыли квалификацию директор. И вот буквально еще через полгода потом мира уволилась, и через год уволился я. Вот уже, наверное, 12 лет, более 12 лет, мы просто живем в том мире, в мире Арифлейм, и просто радуемся жизни с каждым днем все больше и больше. Почему? Потому что мы понимаем, что мы в какой-то момент сделали правильный выбор. Выбрали правильный бренд, выбрали правильную компанию, выбрали правильное направление. И выбрали, наверное, ту цель в жизни, которая для нас была важна, которая изменила всю нашу жизнь. Вот об этом сегодня мы тоже много очень говорим людям. Вот об этом нужно сегодня говорить людям как можно больше и больше. Я сегодня вот специально затронул эту тему, ну не знаю, может быть, у вас все так хорошо, но, честно говоря, вот в Могилеве колбасит, бизнес немного колбасит, да. Сегодня приходил наш арендодатель, вот мы с ним разговаривали на тему, как бы там вот, поменьше платить. И, знаете, мы его убедили, что лучше мы будем платить меньше, но он будет получать стабильный доход. Вот, потому что сегодня колбасит всех. Все бизнесы, какие бы ни были, сегодня вот все в такой ситуации. Но у нас с вами большой есть плюс. У нас есть надежный партнер с очень надежным тылом, который всегда, всегда нам поставит плечо. И вот это вот наша гордость, это вот гордость компания Арифлэйн. Я не знаю, какого уровня здесь люди присутствуют. Может быть, напишите тут, есть ли новички, есть ли люди, каких уровней вообще есть. Можно в чате вот это вот услышать. Я пока тут гляну. Какие-то сообщения. Так, 12 процентов, да. Новички есть абсолютно, да. Ну, 3 процента, 6. Отлично. Ребята, вот на самом деле, вот те люди, которые сейчас 0, 6, 12 процентов, ну, до уровня там директора еще не дошли. Я вам говорю о том, что вот я сегодня очень много рассказывал про компанию Арифлэйн. Ну, вернее, немного, но те факты, наверное, которые вы знаете. И хочу вам сказать, что вы сегодня на правильном пути. Вы очень большие молодцы. Вы очень большие молодцы в том, что вы зарегистрировались, что вы делаете первые шаги. 3, 6, 9, 12, 15 процентов. Первые шаги в этом бизнесе. Это самые трудные шаги. На самом деле, вот мы когда шли до уровня директора, это было самое трудное. Почему? Потому что, ну, ни для кого не секрет, что маленькие деньги всегда достигаются самым большим трудом. Но у вас сегодня очень большой плюс в том, что вы здесь, вы вместе с нами, вы слушаете вебинары, вы присутствуете в компании отличных людей, вы заряжаетесь вот этой энергией, и с вами есть компания Арифлэйн. Я рад за то, что вы на самом деле сделали правильный выбор. Те люди, которые уже достигли звания директор, это уже состоявшиеся лидеры. Лидеры, которые уже зарабатывают приличные деньги по меркам нашей страны. Ну, сколько сегодня зарабатывает директор? Порядка, наверное, 8-10 миллионов в месяц. Это довольно хорошие деньги, но я бы сказал, еще небольшие, но уже хорошие. Как это говорят, да? Какая у вас зарплата? Зарплата у меня маленькая, но хорошая. Вот так вот, да, говорят. Вот директора, это уже те люди, которые зарабатывают хорошую зарплату. Она еще небольшая, но она уже хорошая, и эти люди уже могут себе что-то позволить. Еще раз хочу вернуться к тому, ну, тот слайд, вы помните, наверное, да? Золотой директор, уровень дохода золотого директора 25 тысяч долларов в год. Вот это та самая первая цель, наверное, самая такая вот, ну, небольшая, но такая вот очень хорошая цель в компании Reflame на лестнице успеха, к которой нужно стремиться. Почему? Потому что это, во-первых, европейский уровень дохода. Во-вторых, компания начинает вас приглашать на все мероприятия. Это и банкеты директоров, и золотые конференции, что очень важно. Потому что только на золотых конференциях ты можешь почувствовать всю мощь, весь размах компании, которая вообще существует. Ты можешь пообщаться с лидерами из разных стран. Не только СНГ, но и с лидерами из стран, таких, которых ты бы никогда в мире, в жизни не увидел. Ты можешь пообщаться с менеджментом компании, с первыми лицами, ты можешь пообщаться с основателями компании, ты можешь задать им вопросы в кулуарах и так далее, и получить ответы на то, что тебя интересует. И вот уровень золотого директора это то, к чему сегодня нужно стремиться всем директорам, всем старшим менеджерам. И так далее. Ребят, мы сегодня с вами находимся в очень непростом, сложном мире, но мы сегодня с вами находимся в очень правильном месте. Мы сегодня сотрудничаем с очень классной, с очень прогрессивной, с очень великолепной компанией. Я не перестаю говорить об этом, я очень горжусь тем, что мы с вами сегодня здесь. Я рад за то, что вы уделили мне какое-то время, совсем немного, я тут смотрю, может быть полчаса, чуть больше с вами разговаривал. Может быть я донес до кого-то вот ту идею, которую я хотел донести. Но спасибо вам всем большое. Спасибо большое, Денис, Лена, то, что вы дали поговорить с вашими людьми. Но если у кого-то есть вопросы, давайте я с удовольствием могу ответить на них. У нас есть там еще некоторое время. В чате могу отвечать на вопросы. Так, спасибо, 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 спасибо. Ну это не вопросы, это пока спасибо. Вопросов нет, да? У матросов нет вопросов. Всем все ясно? Тогда знаете что? Я вам тогда напоследок зачитаю цитату на завтрашний день. Завтра у нас 8 сентября. Открываю Робина Шарму, да? Где тут у нас камера? 8 сентября. И читаю вам великолепную фразу на завтрашний день. Тщательно обдуманный риск обернется большими дивидендами. Как можно сделать шаг вперед, топчасть на месте? Самый опасный риск не рисковать вообще. Я желаю, чтобы вы как можно больше рисковали, чтобы вы делали как можно больше действий. Пусть даже эти действия будут какие-то не особо осознанные, обдуманные, но именно правильные действия, когда вы поймете, что вы делаете что-то не то, вы их обдумаете и будете делать правильные действия. И именно правильные действия приведут вас к классному результату, приведут вас к вашей цели, приведут вас к вашей заметной мечте. Все, успехов вам, До встречи, Бойков Сергей.